Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». Пророк Иезекииль, чью память Церковь чтит 3 августа, жил за шесть столетий до Рождества Спасителя. Но это не помешало ему получить от Бога откровение о будущих судьбах человечества. Пророк пережил Вавилонский плен, спас народ от халдеев, подобно Моисею, а в конце земной жизни принял мученический венец. Мудрые советы на все времена сокрыты в пророчествах Иезекииля. Первое. Расплата за грехи неминуема. Причем это произойдет в земной жизни. Святые всех времен предостерегали как отдельных людей, так и целой народы от неправедной жизни. Совершая грех, человек ломает божественную гармонию. Прежде всего, собственного бытия. Неприятная ситуация, болезнь, смерть. Предостережение взявшим в привычку грех написаны и сказаны миллионы слов. Когда греху начинают служить целые народы, и, как говорят, нравы общества падают, жди катастрофы. Конечно, если это планета, и расплачиваться приходится всей цивилизации. Праведная жизнь ведет к устранению ряда потенциальных проблем из жизни. Пророк Иезекииль предупреждал своих соплеменников о том, что отступление от Бога повлечет для всего народа серьезные проблемы. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть пойдет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними, пророчествовал Иезекииль. Собственно, наказание для народа, пострадавшего от вавилонского нашествия, уже совершилось. Однако Иезекииль предсказывал, что покаяние и возвращение к Богу поможет вернуть свободу и обрести нации величие. Не желай ближнему того, чего не хочешь себе. Казалось бы, это аксиома, с которой начиналась проповедь христианства в языческой среде. Но в наше время люди стали забывать даже о таких базовых формулах правильной жизни. Не стоит радоваться чужому горю, желать другому человеку зла, а вспыхнувшую во время конфликта в сердце ярость стоит все-таки погасить. Бог создал нас не для ненависти и торжества зла в душах, а для расцвета любви через каждый наш поступок, каждую мысль и каждую эмоцию. А если логика любви не срабатывает, то нужно постараться понять, что наше пожелание другому обязательно вернется к нам бумерангом. Чего желать ближнему? Выбор за нами. Во время служения Иезекииля ему было видение о судьбе язычников, сильно радовавшихся разрушению Иерусалима. «То, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, за то вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое», — говорил пророк. «Собственно, за свое злорадство они в итоге и ответили. Человек бессмертен. Четыре года назад, когда началось мировое поветрие, которое назвали все пандемией, в повестку вернулась прежде негласно табуированная тема смерти. Если раньше активное большинство мысли о прекращении своей земной жизни из социального дискурса изгоняло, теперь перед лицом старухи с косой смиренно выстроилось все человечество. Стало страшно. Это вполне понятный страх для человека вообще, на что некоторые пастыри справедливо заметили. А что, раньше смерти не было? Действительно, болезнью смерти человек заражен со времен грехопадения Адама и Евы. И лекарство здесь только одно — Господь наш Иисус Христос. Важно помнить, что с окончанием земной жизни человек только начинается, он переходит в вечность. Это предсказывал пророк Езекииль, живший в обществе Ветхого Завета, не знавшего Христа и его учения. Но уже тогда Бог открывал то, что должно было случиться с пришествием Спасителя. Он говорил через пророка. «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь. Сказал это и сделал, — говорит Господь. Значит, дорогие мои, смерти нет, а есть жизнь вечная. И это невероятно воодушевляет и дает силы двигаться вперед». Приход — это семья, которая учит христианина жить в этом мире, ничего не боясь. Приход дает человеку те знания, которым тот стремится, и ту радость, которая, естественно, происходит от единения с близкими людьми. Помогает ему врачевать недуги и немощи своей души. Чем живет приход? Ну, конечно, прежде всего молитвой. Это то, что собирает нас с желанием объединиться вокруг Христа. То есть этим живет каждый приход, конечно, и в этом отношении мы едины. И слава Богу, что у нас есть объединяющая сила, это Господь наш Иисус Христос, таинства церковные, посредством которых мы соединяемся с Богом, мы имеем возможность непосредственного участия и общения с Богом напрямую, с Его светом, с Его благодатью. Да, и в этом отношении каждый приход, он похож. Потому что без молитв, без таинств жизни церковной нет. Но есть еще, как вы правильно заметили, вне богослужебная жизнь каждого прихода. И в этом отношении, кстати сказать, мы все очень разные. И это придает красоту, необыкновенную красоту жизни церковной, потому что нет одинаковых, нет повторяющихся приходов. И это необыкновенный дар Бога. Сегодня приход Храма Преображения Господня города Ставрополя активно развивается. Здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. Наш приход уникален, потому что здесь, на территории нашего прихода, располагается епархиальный приют для беременных и женщин с малолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приют называется «Мамины руки». Несколько лет тому назад, по благословению Святейшего Патриарха и по благословению нашего владыки, митрополита Кирилла, приют был организован для того, чтобы поддержать всех женщин, которые хотят сохранить жизнь. Жизнь, прежде всего, своих чад, своих детей. Сейчас приют – это уже такой многофункциональный центр. Центр реализации разных социальных программ. Программ, направленных на поддержку семьи, на защиту детства, на преодоление кризисных ситуаций, на просвещение, на образование и так далее. Даже мы сейчас реализуем несколько программ организации досуга наших подопечных, когда наши специалисты вместе с подопечными выезжают по святым местам, принимают участие в различных весьма полезных и волонтерских социальных акциях, мы так называем акциях, действиях, посредством которых проявляется христианская любовь. Прихожане и сотрудники храма вместе с настоятелем реализуют различные социальные проекты, которые помогают подопечным пройти адаптацию и начать новую жизнь. Очень много проектов. Один из этих проектов, например, это «Бабушкина дача» называется этот проект. Мы реализуем его в одном из сел, недалеко находящихся, в селе Подложном. И там мы специально снимаем дом, в котором наши подопечные имеют возможность жить, заниматься огородом, развивать хозяйство, то есть формировать навыки, необходимые для полноценной самостоятельной жизни. То есть все, чем мы бы ни занимались, направлено на то, чтобы не то, чтобы человеку предоставить санаторно-курортные условия. Да, мы много обеспечим, много берем на себя, кстати сказать, благодаря и различным грантовым проектам. Но самое главное – это научить человека чувствовать себя полноценным в обществе. Научить человека не чувствовать себя брошенным, оставленным, неудачником. Нет, ни в коем случае передать жизненную энергию, помочь человеку стать на ноги, обрести необходимые полезные навыки, благодаря которым в дальнейшем человек мог бы достойно и правильно жить в современном нашем российском обществе. Деятельность приюта в итоге привела и к созданию, формированию епархиального склада гуманитарной помощи. Преображение так он называется. Благодаря поддержке правительства края нам удалось привести в порядок надлежащий вид этот склад, складское помещение отремонтировать. И сейчас этот склад приобрел особое значение, потому что мы поддерживаем людей не только проживающих здесь в Ставрополе и в ближайших районах, так называемой агломерации Ставропольской, но и выезжаем в районы для того, чтобы передать и гуманитарную помощь, передать вещи, которые мы собираем, благодаря отзывчивости наших прихожан, православных, христиан. И, кстати, не только православных христиан. Всех людей доброй воли. Приход Преображенского храма живет людьми, которые всегда готовы помочь и быть полезными на благо Церкви. Наш приход. Много хороших людей. Как одна семья. Во главе с Настоятелем, с Матушкой. Уже за столько лет, ну, относительно за столько лет, все друг друга знаем. Вместе встречаемся уже и помимо храма. Праздники проводим вместе. Мы живем рядом, поэтому всей семьей сюда ходим уже. Активно развивается социальное служение, в котором участвуют и прихожане, и духовенство. Окормляющие инвалидов по слуху, по зрению пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, помогают воинам и семьям погибшим. Так живет приход сегодня, в котором каждый человек играет важную роль. Служа Богу и заботясь о ближних. Что ж, все вам доброго и до новых встреч! Господи, озвать Тебе, услыши мя, Вон ми гласу мое, не я мое, Бог. Господи, озвать Тебе, услыши мя, Господи.